Всем привет! Вас приветствую! Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем снимать детальный обзор моей ВАЗ-2709 на 8-клапаннике с Мегасоликсом 3030 с параллельным открытием. В первой части я рассказал, сегодня вторая часть у нас. В первой части, кому интересно, можете посмотреть на канале есть видео про низ двигателя, из чего он состоит, головка, какой распредвал, коробка сцепления и мы начали говорить о выхлопной системе. Сегодня мы поговорим про выхлопную систему, про карбюратор, систему зажигания, покажу что там у нас в салоне, диски, резина и ходовая. Давайте по порядку и начнем мы с выхлопной системы. Как я уже говорил, у меня стоит паук 4.1, если будет видно, стингеровский. И дальше у нас стоит система выхлопных газов, то есть система сброса выхлопных газов, что это такое, сейчас я вам покажу. Надеюсь будет видно. Плохо видно. Вот у нас после паука стоит дроссельная заслонка и выхлопные газы у нас выходят наружу, то есть стоит обычная дроссельная заслонка от впуска, только там я поменял, установил стальную заслонку, потому что обычный срывает. И когда мне нужно ехать спокойно, система выхлопных газов, это дроссель закрытый и из паука выхлопные газы идут по обычному выхлопу, то есть у меня дальше стоит обычный резонатор, обычный глушитель, а когда мне нужно навалить, я открываю эту дроссельную заслонку, то есть выхлопные газы идут наружу и сразу улетают, то есть и не создается обратное давление выхлопных газов. Сейчас мы заведем, посмотрите как это все работает. Сейчас система у нас закрыта, то есть и машина поначалу будет работать тихо, а потом я ее открою. Вот машина работает тихо, сейчас я систему открою. Вот, я систему закрыл, и все, у нас работает машина тихо, то есть, что это, я же говорю, дает то, что, когда нужно, я ее открываю и машина валит. Уже заодно, как мы здесь находимся в салоне, то есть, у нас, как вы видите, то есть, салон как бы собранный, все, сейчас я покажу. Салон у нас собранный, то есть, вот такой, все у нас сиденья на месте. Вот такие стоят от иномарки, точно не скажу от какой, полуковши, то есть, есть боковая поддержка у нас вот здесь, то есть, и на спинке, и на сидушке. Что это нам дает, когда машина едет, так сказать, заходите в поворот жестко, то есть, и машина, так сказать, не выкидывает тебя из сиденья, потому что на обычных сиденьях держишься не в сиденье, а за руль, когда заходишь резко в поворот. То есть, ну и плюс, они более мягкие, удобные, различные регулировки. Вот у нас, так же само стоят подиумы, то есть, под музыку, то есть, которые тоже, в принципе, сами немало весят, так как многие говорят, что типа, вот у них музыка, типа туда-сюда. Да, у меня тоже машина эта полностью повседневная, то есть, есть и музыка вообще, у нас и монитофон есть, и все дела, то есть, динамики тут, конечно, только спереди, пионеры у нас, ну и играет, в принципе, нормально. То есть, у меня не корчет, а полностью повседневная, вообще, потолок у нас вот обшит, вот таким черным материалом, стойки тоже вот обшиты, чтобы все было культурно, аккуратно. Там, под этим, под потолком еще у нас находится сантиметровый сплен, то есть, двери тоже обешумлены, короче, машина полностью собранная, то есть, чтобы, там многие думают, что там у меня какой-то типа корич, нет, это обычная повседневная машина. Так же, вот у нас в салоне находится вот такая короткоходная кулиса, то есть, что позволяет нам более быстрее переключаться, то есть, вот так, в принципе, как, просто я на видео никогда не видели, как я переключаюсь, то есть, вот, вот, допустим, вот так происходит мне переключение. Вот, это позволяет быстрее переключаться, но короткоходная кулиса, она убивает быстрее коробку, если, конечно, на ней наваливать. Кстати, еще вот, еще не показал, то есть, у меня стоят электростеклоподъемники, то есть, короче, машина полностью, все как положено, не облегченная, не раскорченная. Дальше, у нас карбюратор, у нас карбюратор Megasolix 3030 с параллельным открытием. Про этот карбюратор у меня есть уже видеообзор на канале, вы можете посмотреть, и я еще сниму детальный видеообзор про этот карбюратор Megasolix 3030 с параллельным открытием, где я его частично разберу, покажу, потому что многие спрашивают, я покажу вам все нюансы, с чего он состоит, то есть, и что в нем, и как. Грубо говоря, тут диффузоры 3030, параллельное открытие, все нюансы вы про него можете узнать. Валит с ним, даже при установке его на полностью стандартный двигатель, машина едет, разгон улучшается с 13 секунд до 9 секунд, то есть, можно сразу вставать против ланцера двойной ручки, рвать его, то есть, проверяем лично. Дальше у нас система зажигания. Система зажигания у нас полностью стандартная, обычный трамплер, то есть, обычные провода, обычные свечи. Свечи у меня Bosch Platinum, всегда на них езжу. По поводу тормозов, то есть, тормоза у меня вакуумный выселитель, это тормоз, если я не ошибаюсь, да, и все остальное по тормозам стандартное. Мне, в принципе, хватает, обычные тормоза спереди, обычные сзади, они, в принципе, и справляются со своей работой. По годовой части, что здесь доработано? Ну, как видите, распорка стоит, потому что со временем кузов устает, как бы, даже если он достаточно живой, все равно. При соходах-поворотах машина более собрана, всегда чуть-чуть будет. Также у нас здесь пружины резанные, чтобы машина была пониже, чем ниже машина, тем более она устойчива. Стойки все стандартные, то есть, здесь, как бы, я говорю, эта машина более повседневная. Стоит только стабилизатор приоровский. Он толще, он даже, то есть, есть и восьмерочный стабилизатор, десяточный толще, а приоровский еще толще. Что он не дает, то есть, он на жесткость машины при езде не влияет, но, получается, когда вы заходите резко в поворот, хоть и машина на пружинных стойках относительно мягкая, стабилизатор ее держит и не дает машине крениться. Так, в принципе, походовой, грубо говоря, сток, вот это, что я немного занижена, и приоровский стабилизатор. Сейчас еще покажу вам. Вот такие у нас диски. Диски, конечно, само собой китайские, то есть, но, получается, в чем их нюанс, они намного легче, чем штамповка, то есть, железная штамповка, а чем легче колесо, тем легче машине стартовать. По резине. Сзади у нас стоит обычная летняя резина, то есть, и вот с таким протектором, обратите внимание, то есть, протектор такой, как бы, будем говорить, просто канавки. Для чего такая у меня резина сзади? Потому что она создает минимум сопротивления, то есть, вот когда в заезде, то есть, у меня трение минимальное, то есть, пятно контакта с дорогой относительно небольшое, при этом, при заходе поворота она держит дорогу. И здесь еще, кстати, она идет с защитой обода, то есть, чтобы было жесткое. Спереди у меня стоит, и в заездах я заднюю качаю по 2.3, по 2.5, то есть, обычно есть же у меня давление везде по 2. Здесь, спереди у меня стоит кама, как бы это не смешно звучало, но я на каме гоняю много лет, и на соревнованиях, то есть, и она везет, грубо говоря. В чем фишка? У нее своеобразный вот такой протектор, который позволяет, вот она уже, я на ней, не знаю, ну, лет, наверное, 6-7 уже гоняю. Дело в том, что у нее такой своеобразный протектор, который очень хорош для наших дорог. То есть, асфальт у нас не идеально гладкий, и вот этими, так сказать, она всесезонка, и у нее протектор, получается, свойство резины летний, а протектор, как бы, относительно, как бы, у зимней резины. И вот этими, так сказать, будем своими рыхлостями, такими жабрами, то есть, она хорошо цепляется за наш, так сказать, плохой асфальт. То есть, и мы за счет этого получаем хороший зацеп. Особенно, когда она новая, то есть, я в дальнейшем себе куплю еще пару такой новой, и, то есть, она очень четко стартует. Я на соревнованиях, хотя это смешно, да, но на обычной каме, то есть, отрываю даже машины, которые едут на полусликах. То есть, за счет, ну, конечно, за счет техники старта, надо еще уметь стартовать, но она везет на таких покрытиях. То есть, потому что полуслик не всегда везет, потому что у нас дорога не идеально гладкая, и он там плохо работает. Все резины у меня в размерах, я езжу 185-60-14, у меня что летняя, что зимняя, что всесезонка, то есть. В заездах я качаю по 1.7, по 1.8, то есть, в обычной жизни 2. Кому вот интересно, то есть, доработки по такому, чтобы себе доработать такой двигатель, или собрать, или там обращайтесь, то есть, допустим, кому нужно доработать головку, присылайте свою головку, доработаю так же, как у меня. Распредвалы есть готовые, ну, как готовые, есть распредвалы в наличии, хорошие такие, как раз с фазой 208-290, на которых можно ездить каждый день и наваливать. По низу, грубо говоря, если у вас немного денег, и вы не хотите их, так сказать, тратить на ветер, низ вообще, грубо говоря, можно... У меня до недавнего был вообще здесь обычный 1.5 низ, полностью стандартный 1.5. И махабик был обычный, то есть, была доработана только голова, распредвал и карбюратор, потому что от вот этих трех основных факторов машина и валит. То есть, голова, распредвал и карбюратор. Дело в том, что низ, это как бы второстепенное, многие там зацикливаются на объеме, на... Вот у меня, допустим, что здесь 1.6, что в восьмерке 1.6, это ездит 7 секунд до сотни, а та ездит 6 секунд до сотни. И на объеме всего у нас всего 1.6, я еду за счет оборотов. И за счет оборотов, чтобы достигнуть, нам надо хорошие каналы в головке, для того, чтобы оно это все могло продуть, установить туда хороший распредвал, чтобы он мог вытягивать на обороты. Про распредвалы тоже есть на канале отдельное видео, где там детально рассказано, потому что чем злее распредвал, тем больше машина может крутить в обороты за счет фазы. То есть есть фаза, есть обороты. И, соответственно, нужен хороший карбюратор, чтобы это все дело накормить. Ну, опять же, в последовательности я вам советую делать такой. В первую очередь делается карбюратор, потому что он дает самый больший и самый ощутимый приход. Вот, допустим, я же говорю, при установке вот такого карбюратора, Мега-Соликс-3С3 с параллельным открытием, на полностью стандартный, и 1.5 двигатель, там, грубо говоря, то есть полностью стандартный. Разгон завода 13 секунд, у вас будет уже 9 секунд. Можете вставать с 2-литровыми иномарками и рвать его. Также потом, в последующем, нужно запилить и каналы в головке, потому что каналы, как я говорил, зажатые, кривые, в заводах и твердятых и забыли. Карбюратор делается для того, чтобы накормить, каналы для того, чтобы продуть, потому что, чтобы двигатель лучше дышал. И вот, допустим, карбюратор плюс запилинные каналы, у вас уже будет 8 секунд до сотни, вы будете объезжать машины иномарки до 2.5 литров. И потом ставите распредвал, то есть, который вам даст, во-первых, приход во всем диапазоне, в первую очередь, средних и высоких оборотов. И при установке распредвала вы уже будете ехать в районе 7 секунд то есть, можете ехать с 3-х литровыми иномарками. Низ, я же говорю, низ потом уже в дальнейшем, когда вы это уже все сделаете, потом, да, можно облегчить, можно там немножко объема добавить. Почему я не строю больше, чем 1.6? Потому что здесь, чтобы построить 1.7 и 1.8, надо космические деньги, потому что там и коленвал будет дорогой, соответственно, и блок будет дорогой, и шатуны, и поршня под это все дело будет дорогое. А особого прихода оно вам, как бы, ну, даст, но не в это, ну как, не в первую очередь. Лучше эти деньги потратить на другие доработки. У меня принцип постройки минимум уважения, максимум эффекта. То есть, да, все доработки нужны, но их нужно в правильной последовательности делать, чтобы не получилось, чтобы валили кучу денег, а толку мало. Кому интересно, подписывайтесь на канал, там много интересных видео, есть видео, как валит эта машина, как едет в восьмерка, там уже начали съемки про Drift Moskvich. Кому интересно, обращайтесь, задавайте вопросы по доработкам. Всем спасибо за внимание, всем до свидания. Продолжение следует...